В Европе сегодня вновь заговорили о губительности антироссийских санкций для Старого Света. Европейцы теряют больше полутора миллиардов евро в год. Такими темпами и до разорения недалеко. О том, что пришло время снимать экономические ограничения с Москвы, и тем самым с Европы, которая от них страдает, заявил депутат бельгийского парламента Филипп де Винтер. Он присоединяется к нам в эфире. Господин де Винтер, ну, во-первых, спасибо, что согласились ответить на вопросы итогов дня. Вот смотрите, российские зрители уже много раз слышали от бизнесменов из Германии, Италии, Польши об экономических потерях от санкционной войны. Оказывается, Бельгия тоже в этом плане страдает? Ну, по вашим словам. Да, Анна, да, конечно, мы страдаем от этих санкций. Они обходятся моей стране в полтора миллиарда евро в год, потому что мы не можем экспортировать еду, овощи, компьютерные технологии, оружие и амуницию в Россию. Это ужасно. Но что еще важно, эти санкции нелегитимны. Они идут вразрез с международным правом, соглашениями ООН и другими международными организациями. Ну, об отмене санкций говорят давно, а в Евросоюзе в ответ твердят как об условиях их отмены, в том числе о возвращении Крыма, хотя все понимают, что это невозможно. Ваш какой прогноз? Изменит ли власти Евросоюза свою позицию в этом вопросе? Я не думаю, что санкции имеют отношение к Крыму. Это все связано с тем, что США не хотят, чтобы Европа стала ведущим партнером России. Вот почему они продолжают вести санкционную политику. Но для Европы это плохо. Приведу пример. Ближний Восток. Ситуация там наладилась именно потому, что Россия вмешалась и помогла президенту Ассаду победить ИГИЛ. Если бы этого не было, у Европы появились бы большие проблемы. Здесь понимают, что Россия – один из важнейших союзников. Но американцам это не нужно. Поэтому их политическая стратегия – изолировать Россию от Европы. Господин Девинтер, так есть ли возможность, что санкции все же снимут? Санкции снимут. Это только займет некоторое время. Премьер-министр моей страны Шарль Мишель приедет в Россию и встретится с президентом Путиным уже 26 января. И мы подготовили резолюцию против санкций. Не только в бельгийском парламенте, но и в европейском. Это сигнал того, что очень много людей и политических партий хотят снять санкции, потому что они контрпродуктивны для Европы и, повторяю, идут вразрез с международным правом. Спасибо. 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 В итоге дня был депутат бельгийского парламента Филипп Девинтер.